ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шем, Возлюбленные, да будет благословенно имя Господне! Мы с Синтией приветствуем вас на очередном выпуске «Узнавая еврейского Иисуса». Милая, сегодня мы будем говорить о духовном принципе закона сопротивления. Мы с тобой уже говорили об этом. Поделись с нашими зрителями тем, что лежит у тебя на сердце в отношении этой темы. Мне нравится сталкиваться с жизнью как есть. Бог Отец дал мне сердце, которое ищет истину. Но в истине нам нужно столкнуться с тем фактом, что мы участвуем в битве. Мы не можем думать, что можем лечь на диван, а Бог опустит на нас небо. Сейчас мы живем во времена битвы на земле. Бог постоянно говорит мне слово, которое связано с сегодняшним посланием. Без боли нет результата. Мы должны пройти через боль, чтобы обрести богатство Господа. И это правда. Мы посмотрим на эту тайну сегодня. Это именно то, о чем ты говорила. Мы поговорим о том, как Господь устроил все так, чтобы у нас был враг на земле. И через духовную войну и сопротивление Его силе мы с тобой, весь народ Божий, становимся сильнее и поднимаемся в силе Господа. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это очень важное учение. Я хочу поговорить с вами сегодня о законе сопротивления. Бог Отец, во имя Ишуа, я молюсь, чтобы ты загрузил эту истину в наши сердца, и она научила нас вести духовную войну во имя Ишуа. Аминь. Возлюбленные, сегодня я поделюсь с вами истиной, с которой вы знакомы. Но я верю, что Господь даст вам понимание, которое поможет вам стать победителем. Иисус сказал во второй и третьей главе Откровения, «Обеждающий нас следует рай Божий». Я хочу, чтобы вы поняли сегодня, что мы не оказались на земле для того, чтобы она стала нашим призом или домом. Мы находимся на земле, чтобы побеждать. На самом деле, наше время на земле — это испытание. Если мы думаем, что все наши желания исполнятся в этом мире, мы ошибаемся. В таком случае нас ждет лишь разочарование. Вещи этого мира не могут утолить ту неутолимую жажду, которая есть в нашей душе. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. У нас есть жажда. Это такая жажда, что от того времени, как мы приходим в этот мир, и до того, как мы уходим из этого мира, над нашей головой висит плакат с надписью «Желание». Все это с большой буквы. Задумайтесь над этим. С того момента, как вы родились в этом мире, вы плачете. А почему? Вы хотите молока, хотите быть рядом с мамой, хотите, чтобы вас держали на руках. К году вы уже хотите свои игрушки, то и это. И даже с возрастом желания не покидают вас. Ваши желания меняются с возрастом. Но если задуматься, то с самого рождения и вплоть до этого дня главным знаменем, которое висит над человечеством, остается знамя «Желание». Люди ищут богатства, славы. Люди просыпаются утром, чтобы стать лучшим. Они хотят больше прибыли, хотят другой дом, другую машину. Они хотят жениться, хотят есть. Все, что люди делают в этом материальном мире, берет свою мотивацию от слова «желание». Люди — это сосуды, которые жаждут. И так как мы созданы по образу Божьему, мы можем думать. Но если задуматься, мы используем свое мышление для того, чтобы восполнить свои желания. Даже желание приблизиться к Богу. Это все равно желание. Это величайшее из желаний. Желание угождать Богу, переживать Его присутствие, познавать Его. Иисус сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Тут также говорится о желаниях. Иисус обращается к желаниям людей, чтобы найти мир и покой. Я пытаюсь показать возлюбленные, что мы — люди, которые жаждут и желают. Важно, чтобы мы это понимали. В этом нет ничего плохого. Бог создал нас, чтобы мы были такими. Вот где возникает проблема. Она возникает тогда, когда мы пытаемся удовлетворить свои желания неверным путем. Задумайтесь над этим. Сколько раз вам казалось, что вы чего-то хотите? Вышли к холодильнику, чтобы взять что-то поесть. И после того, как вы поели, вы все равно не насытились. Вы подумали, что еще я могу съесть, чтобы избавиться от этого желания. Возможно, вы сходили к холодильнику два или три раза. Внутри вы ощущаете желание к реализации. Нечто внутри вас хочет наполниться. Но вы видите, что не можете наполнить это через пищу. У людей есть глубокие желания. Мы сходим с верного пути, когда пытаемся восполнить желания внутри нас, думая, что вещи мира наполнят нас. Если задуматься над этим, то даже Ева, которая поддалась обману дьявола и привела Адама к падению, почему она поддалась искушению дьявола в бытии? Она хотела, чтобы исполнились ее желания. Она посмотрела на плод. Она решила, что будет хорошо съесть его. Он был приятным на вид. Она думала, что съев его, она станет мудрой. Это была ее гордыня. Она желала этого. И что она сделала? Из-за своих желаний она съела плод. Дьявол использовал ее желание, чтобы увести ее с верного пути. И если задуматься над этим, то, когда она съела плод, она не знала, что съела что-то плохое. Но дьявол пришел к ней в виде ложного света. Сегодня я хочу поговорить с вами об этом принципе. Мы с вами как-то уже говорили о существе желаний. Мы желаем, жаждем. И сам Давид сказал, одного я желаю, чтобы пребывать мне в доме Господнем, созерцать красоту Господню. Наши желания могут быть хорошими. Но я хочу показать вам, что независимо от того, какие у вас желания, хорошие или ведущие к погибели, мы не можем игнорировать тот факт, что люди созданы с нуждой, жаждой и желанием. Они сопровождают нас от рождения и до того момента, как мы покидаем этот мир. Зная это, я хочу применить то, чем я поделился с вами. Я называю это законом сопротивления. Задумайтесь над этим. У нас есть нужда, желание восполнить эту нужду. Дьявол приходит к нам с ложным светом. Если сделаешь это, то будешь счастлив. Если купишь то, то будешь счастлив. Если съешь это, то будешь счастлив. Если вступишь в интимные отношения с этим человеком, то будешь счастлив. Он приходит к нам в виде ложного света. Он заставляет нас думать, что если мы клюнем на его наживку, наши желания будут удовлетворены. Но он поступит с нами так же, как поступил с Адамом и Евой в саду. Мы должны противостать следованию за ложными желаниями. Мы должны противостать желанию реализоваться, принимая приманку сатаны. Мы должны противостоять этому в личности Иешуаха-Машеаха. Зная силу Духа Святого внутри нас, зная природу Божию, имея развлечения, мы должны научиться противостоять духовной тьме. Ну, а теперь я хочу поговорить с вами, как же практиковать этот закон сопротивления. Поступая так, вы станете сильнее. А когда вы станете сильнее, вы станете счастливее. Я хочу прочитать вам один отрывок. Это послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Послушайте, что говорит Слово Божие. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Я хочу повторить еще раз, чтобы вы это запомнили. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Одним из лучших событий было последнее утро в Нароке, когда я проповедовал местной церкви. Церковь каялась в грехе, гордыне. Они вошли вперед, встали на колени и плакали, отдавая свои жизни Иисусу, каясь в гордыне. Начните возносить свой голос к Иисусу. Помазание с церковного служения передалось на Крусейд. Он был немногим позже. Это было чудесное время покаяния, пробуждения и обновления. Дух Святой омывал нас этим утром, омывал нас Своим Словом. «Я омываю вас этой водой». В конце я провозгласил благословение Аарона над людьми. Я был поражен тем, насколько благодарны были люди, и как открыто они отдавали свои жизни Иисусу, Христу. Иисус пришел в Нарок особенным образом. Бог вывел людей из их прошлой жизни, освободил пленников и дал им новые основания, чтобы двигаться вперед в отношениях с ним. Я верю, что Бог навсегда изменил этот регион, установив свое царство для проповеди Евангелия. Закон сопротивления очень важен. Все потому что то, чему мы должны сопротивляться, это не всегда что-то, что кажется плохим для наших глаз. Я хочу привести вам несколько примеров. Предположим, что женатый человек идет на работу и встречает там кого-то, кому он ощущает сильное влечение. Он начинает думать, «Меня больше влечет к этому человеку, чем к моей супруге. Мне кажется, что мне будет лучше с этим человеком, чем с моей супругой». И у него возникает желание. Ему кажется, что желание близости исполнится, если человек будет чувствовать себя живым и наполненным. Он думает, что если он будет жить с этим человеком, то будет чувствовать себя намного более реализованным, что его желание исполнится, в отличие от ситуации с супругой. И что тогда происходит? Часто люди, которые говорят, что знают Бога и Иисуса, начинают следовать за ложным светом, ложным романтическим влечением, которое кажется им правильным и прекрасным, но, как дьявол, который обманул Еву в саду, точно так же и такие люди оказываются обмануты. Они совершают прелюбодеяние. Часто они разводятся со своими супругами. Их семья распадается. Теперь дети не доверяют им. Обычно через год или два те отношения, ради которых они оставили своих супругов, также распадаются. Теперь у них не остается ничего. Они банкроты. У них нет финансов. У них больше нет семьи. Дети не хотят иметь с ними ничего общего. Их жизнь превращается в руины. Почему? Потому что они прислушались к ложному свету. Вместо того, чтобы противостать ему, этот ложный свет казался намного ярче, но он был как лампочка перед взрывом. Если взять обычную лампочку, то перед тем, как она погаснет и перестанет работать, она пускает яркую вспышку света. Но сразу после этого она гаснет. Итак, вот каков ложный свет. Он кажется более ярким изначально, но в итоге он оставляет после себя смерть. Почему люди, например, становятся зависимы от крека или кокаина? Тот кайф, который они получают от крека и кокаина, настолько мощный. Они чувствуют себя живыми, чувствуют эйфорию. И когда они возвращаются к обычному состоянию, им не хочется ничего, кроме как получить еще одну дозу. Ведь тот кайф, который они переживают под кокаином, кажется им более приятным, чем то, что они переживают в привычной жизни. Но каков результат кокаиновой и крековой зависимости? Жизнь человека рушится, их тела страдают. Часто они оказываются на улице. Они умирают молодыми. У них выпадают зубы. Их жизнь рушится. Послушайте, что я хочу вам сказать. Вы можете хотеть следовать за ложным светом, а не противиться ему. Вам может казаться, что это принесет больше наслаждений. Часто так и бывает, но лишь на короткое мгновение. Но последствия всего этого — смерть. Задумайтесь о разнице между любовью мужа и жены в верных моногамных отношениях. Каждый день они просыпаются вместе в одной кровати. У них путаются волосы. У них может неприятно пахнуть изо рта. Им нужно идти на работу, платить по счетам, воспитывать детей. Они сталкиваются со стрессами жизни. Часто все это не кажется таким привлекательным, как роман с кем-то, кого вы встретили на работе. Но роман на работе принесет смерть. С другой стороны, пребывание в верном моногамном браке, который не настолько яркий и захватывающий сейчас, в итоге принесет любовь, которая продлится. Когда пара строит отношения на протяжении многих лет верности, брак становится все лучше и лучше. Он развивается. И в пенсионном возрасте мы видим пару, которая наслаждается тем, что была вместе, вместе решала проблемы, вместе строила брак. У них есть дети, которые любят и уважают их. У них есть внуки, которые любят свою бабушку и дедушку. У них полноценный дом. Почему? Потому что они не поддались соблазну. Они строили свои отношения на принципах Божьих. Мы должны практиковать закон сопротивления. Мы должны противиться искушениям и ложному свету, который обещает нам исполнить наше желание. Но этот свет не от Господа, а от врага. Писание говорит, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сибы. Если мы с вами не научимся сопротивляться силе тьмы, мы упадем на лицо. Почему жизнь такая трудная? Почему мы должны противиться искушениям? Почему мы должны сопротивляться желанию закричать и вылить свой гнев? Почему мы должны сопротивляться желанию завести романтические отношения вне Божьего плана на нашу жизнь? Почему мы должны сопротивляться различным искушениям ложного света? Почему все это так трудно? Потому что отец знает, что для того, чтобы мы стали полностью зрелыми сыновьями и дочерями, мы должны стать сильными. А мы становимся сильными через практику сопротивления. Это как в жизни спортсмена. Как спортсмен становится сильным? Например, мой зять, марафонец, он закончил первые десятки марафона в Санценате. Как он стал сильным? Он стал сильным. Ну, на самом деле, это был марафон в Коламбусе. Но он стал сильным, потому что бегал каждый день. Он бегал все дальше и дальше, и дальше, и быстрее, каждый день. Он сопротивлялся усталости. Он сопротивлялся боли в мышцах. И благодаря этому сопротивлению он стал сильнее и попал в первую десятку марафонцев в Коламбусе. Давайте посмотрим на игрока в американский футбол. Они поднимают тяжестью, чтобы стать большим и хорошо играть на поле. Когда вы поднимаете тяжести, то что вы делаете? На самом деле, это тренировка с сопротивлением. Их мышцы сопротивляются силе гантели, которую они поднимают. Вес тянет вниз, гравитация тянет его. Мышца же поднимает его вверх. Гравитация сопротивляется силе мышц. Но когда мышца преодолевает силу сопротивления, мышцы становятся сильнее. Бог-Отец создал все так во Вселенной, чтобы мы с вами становились полностью зрелыми сыновьями и дочерями, когда мы научимся использовать наши духовные мышцы против сопротивления сил тьмы. Что за силы тьмы такие? Это не только искушение, но сомнение, грусть, цинизм, неверие, отчаяние. К ним относятся множество вещей. Нам нужно развлечение, чтобы понимать, что такое настоящий свет, Дух Божий. И что такое ложный свет, Дух тьмы, который приходит под видом света. Мы должны понимать разницу между истинным светом и ложным светом, светом Духа Святого и ложным светом Духа Тьмы. Мы должны научиться, как противиться ложному свету. И когда мы будем учиться сопротивляться силам тьмы, мы станем сильнее. Я хочу рассказать вам секрет. Когда вы становитесь сильнее, вы становитесь счастливее внутри. По правде говоря, мы не можем стать счастливыми благодаря вещам. Богатый человек хочет еще один доллар. Мы никогда не станем счастливы через поглощение вещей этого мира. Настоящее счастье должно исходить изнутри. Потому что человеческая душа питается от Духа Святого. Он выводит ее из тьмы на свет. И результат этого — радость. Поймите еще раз. Ничто в этом мире не может сделать вас счастливым. Новый дом не сделает вас счастливыми. Я не говорю, что люди должны житься в бедности. Нет. Я просто говорю, что новый дом может принести радость, ну, на год. Но он не даст вам длительного счастья. Единственное, что может дать длительное счастье, это когда наша душа развивается в Духе Божьем. И мы становимся сильными внутри. А плод внутренней силы — это радость. А вот как все работает. Это и есть мой секрет. Бог будет и дальше проводить нас через времена испытаний. Мы должны практиковаться в сопротивлении тьме, неверию, отчаянию, искушении, следованию за ложным светом. Мы сопротивляемся этому. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы ставим одну ногу за другой, двигаясь к Богу, в Боге. Хоть иногда мы и не ощущаем ничего. И в итоге мы получаем прорыв после того, как прошли фазу сопротивления. И получая освобождение, мы оказываемся на новом уровне свободы. Бог позволяет остаться на новом уровне свободы некоторое время. Но вскоре нас ждет новое время сопротивления. И каждый год нас ждет цикл практики сопротивления. Мы будем вести духовную войну через сопротивление. После этого нас ждет новый уровень свободы. Там мы можем вздохнуть и расслабиться. Бог позволит вам насладиться этим. Вы окажетесь на уровне, на котором не были ранее, но Бог не оставит вас там навечно. Этот цикл – практика сопротивления, затем освобождение. Духовная война, затем освобождение. Вот какой должна быть наша жизнь здесь. А вот почему Иисус семь раз сказал в Откровении 2 и 3 главе, «Побеждающий наследует все это». Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Как Бог восполнил все нужды Израиля во время Исхода, так и Иисус восполнит все ваши нужды сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Когда ракета взлетает с Земли, ей нужно пробиться через гравитационное поле, чтобы достичь невесомости. Точно так же, возлюбленные, есть вещи, которые мы с вами должны сделать, чтобы обрести свободу Высшего. Иисус сказал, «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Чтобы потерять свою жизнь, жить в жертвенности, давать, мы должны пробиться через сопротивление жадности и эгоизма. Возлюбленные, я хочу, чтобы вы применяли этот принцип в своих финансах. Вам может казаться, что я просто прошу денег, но я делюсь с вами истиной. Я скажу так, все мы должны давать и чтить Господа своими финансами. Если это служение было благословением для вас, то сделайте жертвенный дар Господу через программу, узнавая еврейского Иисуса. Спасибо. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.